Всем привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного салата нам понадобится 1 репчатый лук. Лук нарезаем небольшим кубиком. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного масла, разогреваем, отправляем лук. Добавляем соль по вкусу, я добавляю треть чайной ложки, черный перец по вкусу и по желанию. Добавляем треть чайной ложки сахара, обжариваем до золотистости. Пока обжаривается лук, одну свеклу, отваренную до готовности, очищаем. Просто натерла свеклу, а получается очень вкусно! Невероятно знаменитый, очень вкусный салат Барби по-новому. Салат из свеклы это не только вкусно, но и очень полезно. Прекрасный рецепт салата из простых и доступных продуктов на скорую руку. Идеальный рецепт свекольного салата на каждый день и к праздничному столу. Периодически лук перемешиваем. Теперь свеклу натираем на крупной терке. Дорогие мои, для меня очень важна Ваша обратная связь. Если Вам понравился рецепт, поддержите меня лайком, я буду Вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. Я всегда с удовольствием читаю и отвечаю каждому. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Отправляем свеклу в миску. Теперь очищаем одно отваренное до готовности в мундиве картошку. Картошку также натираем на крупной терке. Добавляем картошку к светле. Теперь очищаем три отваренных крутую яйца. Отделяем белки от желтков, желтки пока отставляем в сторону. Мелким кубиком нарезаем белки. Мелким кубиком нарезаем белки. Добавляем в салат. Теперь нам понадобится пол пучка петрушки. Петрушку мелко нарезаем. Добавляем в салат. Также в салат добавляем 3 столовые ложки консервированной кукурузы. Добавляем обжаренный остывший лук. Займемся заправкой. Измельчаем 3 желтка. Также нам понадобится 1 плавленый сырок весом 70 грамм со сливочным вкусом. Разминаем его вилкой. Добавляем плавленый сыр к желткам. Мелко нарезаем пол пучка укропа. Добавляем в заправку. Добавляем 2 столовые ложки несладкого густого йогурта и 2 чайные ложки французской горчицы в зернах. По желанию заправку можно посолить и поперчить. Хорошенько перемешиваем. Заправка готова. Заправляем салат и хорошенько перемешиваем. Продолжение следует... Салат готов. Салат готов. Подаем к столу. По желанию салат украшаем кукурузой и наслаждаемся. Улетный салат Барби из свеклы. Самый известный салат из свеклы. Витаминный салат для правильного и здорового питания. Беру свеклу и готовлю салат за 5 минут. Сытно, просто и вкусно. Рецепт легкого салата из свеклы, который очень часто готовлю в своей семье. Можно подать на обед, легкий ужин в качестве перекуса и к праздничному столу. Очень часто готовлю салат из буряка зимой и осенью. Для того, чтобы приготовить этот вкусный салат, нам понадобится 2 свежие морковки. Морковь очищаем при помощи овощечистки и натираем на терке для моркови по-корейски. Возьмите свеклу, яблоко, морковь. Я готовлю этот салат раз в неделю. Здоровый рецепт салата из свеклы. Беру свеклу и готовлю салат за 5 минут. Из простых и доступных продуктов на скорую руку. Идеальный рецепт свекольного салата, который часто готовлю зимой и осенью. Витаминный салат для правильного и здорового питания. Отправляем морковь в миску. Теперь очищаем одну свежую свеклу. И натираем также на терке для моркови по-корейски. Дорогие мои, для меня очень важна Ваша обратная связь. Если Вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Я буду Вам очень благодарна. Для меня важно мнение каждого моего зрителя. Пишите свой отзыв о рецепте в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Добавляем свеклу к моркови. При помощи овощечистки очищаем два свежих яблочка. И также натираем на терке для моркови по-корейски. Па-па, па-па, па-па-ра, па-па-ра, па-па-ра. Субтитры сделал DimaTorzok Поливаем яблочки двумя столовыми ложками лимонного сока. Перемешиваем. Добавляем яблоки в салат. Теперь приготовим невероятно вкусную ароматную заправку. Для этого нам понадобится сок трети апельсина. Добавляем 2 столовые ложки оливкового масла. Добавляем 1 чайную ложку меда. Добавляем 1 чайную ложку французского соуса с горчицей. Добавляем соль по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки соли. И черный перец по вкусу и по желанию. Хорошенько перемешиваем. Заправка готова. Поливаем овощи. Хорошенько перемешиваем салат. Выкладываем салат в блюдо для подачи. Теперь нам понадобится 5 черносливов без косточки. Чернослив нарезаем некрупным кубиком. Он прекрасно сочетается со свеклой и отлично гармонирует в салате. Посыпаем салат черносливом. Также нам понадобится несколько грецких орехов. Орехи подсушиваем на сухой сковороде буквально 2-3 минутки. Периодически помешиваем. Измельчаем грецкие орехи. И посыпаем салат. Украшаем салат петрушкой и подаем к столу. Салат из свеклы на ужин или на обед на каждый день или на праздничный стол. Если вы не знали, какой салат приготовить, обязательно попробуйте этот рецепт салата из свеклы, яблока и моркови. С медово-горчичным соусом. Салат из свеклы еще никогда не был так вкусен. Каждые выходные моя семья с удовольствием ест это невероятно вкусное блюдо. Просто натерла свеклу, а получается очень вкусно. Улетный салат со свеклой, который съедят за минуту. Салат из обычной свеклы для правильного питания. Для приготовления этого вкусного салата со свеклой нам понадобится 300 грамм белокочанной капусты. Капусту тоненько шинкуем. Я использую для этого овощечистку. Теперь капусту солим по вкусу. Я добавляю треть чайной ложки соли и добавляем треть чайной ложки сахара. Хорошенько перемешиваем капусту, жамкая ее руками. Отставляем капусту в сторону. Также нам понадобится одна отваренная до готовности свекла. Теперь свеклу очищаем. Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник. Улетный салат со свеклой, который съедят за минуту. Просто натерла свеклу, а получается очень вкусно. Прекрасный рецепт из простых и доступных продуктов на скорую руку. Беру свеклу и готовлю салат за 5 минут. Можно подать на обед, легкий ужин, в качестве перекуса и к праздничному столу. Теперь свеклу натираем на терке для моркови по-корейски. Дорогие мои, для меня очень важна Ваша обратная связь. Если Вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Я буду Вам очень благодарна. Также мне важно Ваше мнение. Пишите свой отзыв в комментариях. И если хотите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео рецепты. Добавляем свеклу к капусте. Два маринованных огурца натираем на терке для моркови по-корейски. Добавляем огурцы к овощам. Добавляем 200 грамм консервированной фасоли. Приготовим заправку. Нам понадобится 3 столовые ложки оливкового масла. 2 столовые ложки лимонного сока. 1 чайная ложка французской горчицы в зернах. 2 зубчика чеснока. Чеснок очищаем. И натираем на мелкой терке. Добавляем в заправку. Теперь заправку солим и перчим по вкусу. Добавляем 1 чайную ложку семян льна. И хорошенько перемешиваем заправку. Поливаем заправкой салат. Также нам понадобится 1 столовая ложка кунжута. Кунжут обжариваем на сухой сковороде до золотистости. Процесс занимает буквально 30-40 секунд. Периодически кунжут перемешиваем. Добавляем кунжут в салат. Хорошенько перемешиваем салат. Вкусный салат из свеклы на каждый день и на праздничный стол готов! Беру свеклу и банку фасоли и готовлю вкусный салат за 5 минут. Идеальный рецепт свекольного салата, который часто готовлю зимой и осенью. Витаминный салат для правильного и здорового питания. Сытно, просто и вкусно! Каждые выходные моя семья с удовольствием ест это невероятно вкусное блюдо. Готовить дома легко, просто и вкусно! Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего! Готовьте с удовольствием! Пока-пока!